Привет всем стратегическим жеужиком! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, Верховного жеужика, планеты Земля, ВЖПЗ, как кто-то верно в комментариях заметил. И я надеюсь, это последняя серия прохождения Old World за Египет на карте Средиземноморья, настоящей карте Средиземноморья, на последнем уровне сложности. Надеюсь, вы со мной тоже проходите эту партию. Ну а если нет, случайно наткнулись на это видео, то перейдите к первой серии. Ссылка в описании, в прикрепленном комментарии, на плейлист тоже. А спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. И давайте, в общем-то, Мерниптах Новый стал у нас царем. Давайте вспомним, какие у нас... Нет, ну давайте сначала так, организовать гонки. В связи с коронацией провидец обнаруживает странное знамение. Знамение. Одну мертвую змею возле дворца и трех змеёнышей в гнезде неподалёку. Потрясённый, он интерпретирует эти знаки как то, что церемонию нужно провести в одной из семейных резиденций. Так, миниферы, эмиссии... Так, во-первых, ну по-моему у нас со всеми офигительные, да. Так что пофигу, честно говоря. Вопрос в культуре. Ну минифер у нас, по-моему, и так... Какой он по уровню развитый? Так, тут 120, тут 300 культуры. В ОАСЭТе. Так, ОАСЭТе у нас уже легендарный. В ОАСЭТе мне точно не надо. Да, легендарное. В минифере, если только. И... Так, и Абджу у нас тоже уже... Да, так что только чисто минифер. Минус 2890 денег. Ну давайте, наверное, железо продадим. Из Хетского царства прибывает гонец с заманчивым предложением. Царица Ханти, каменщица из Хетского царства, командует сильной армией. Однако ее нация испытывает нехватку ресурсов. В своем послании она заявляет, возможно, обе наши нации смогут извлечь выгоду из ситуации. Кстати, Хетты у нас там первые по счету пока. За скромную плату вы сможете пополнить войско могучей тяжелой колесницей. Тяжелую колесницу наемника. За 200 еды и 100 дерева. Дерево. Ну у нас с деревом и так, в общем-то, напряженка. Хорошо, а отношения у нас с Хеттами как? Плюс 45. Останет минус 40 еще, да? А если примем, то отношения не улучшатся. Но у нас с ними мир? Не, наверное, все-таки нет. Очень способный ученик приобрел внимание правителей Амунии. Какой талант нужно подпитывать? Песца, поэта или гражданина? Я бы... Ну вообще, с другой стороны, нафига нам поэт? У нас уже там культуры дофига. Песец, опять же, это... Цивики, которых у нас тоже дофига. Знаете что, давайте, наверное, тяжелый труд. Давайте гражданин из 130 цивиков. Потом решим, куда его отправить. Посол славится тем, что любит рассказывать бахвальские истории, которые многие придворные находят утомительными, но безобидными. Во время недавнего официального обеда с представителями Греции склонность Аписа к россказням переросла в дипломатический инцидент. Он говорил, как ему повезло служить при самом великом дворе с самыми лучшими правителями и советниками, что греки расценили, как завуалированное оскорбление их собственного царского двора. Если тотчас не принять меры, поведение Аписа может навредить нашим отношениям. Так, просто с извинениями. Ну, я бы деньги, наверное, отправил. 1920, да? От царицы Эссенхебес Зочи до царя Тутанхамона Великолепного ваш род всегда славился великими правителями, чем давно заслужил место в анналах истории. Однако времена меняются, и Египту необходим лидер, способный затмить прежних властителей и повести нацию в будущее. Так, ну нам, собственно, последнюю амбицию надо взять. Получить прозвище Великий – это тяжело, вообще-то. Вообще-то нет. Надо другую какую-то. Так. Ну, царя Мерни Птаха. Так, у нас есть еще где... Ага, значит, царя можно сразу повысить. Давайте немножко отложим. Я хочу посмотреть. Нет, только в Сиену можно его добавить. И... Так, дисциплина, отвага, харизма. Ну, харизма глобально добавляет 2 Цивика, и в Сиене 6%, еще 2. Отвага Муштру добавляет. Это денег. Ну, денег у нас дофига. Давайте, наверное, на отвагу. Пускай отважным будет. Так, значит, у нас вот 2 этих. На самом деле, 3 универа и 3 дворца. Значит, у нас 3 легендарных города должно быть. Они у нас уже есть. Абджу, Оассет и Зау. Там надо строить, в общем... А, даже 4 у нас легендарных. Еще амуния. Так, у нас 0, 0. Вот из амунии можно соль куда-то... А, так у нас соль уже везде. Давайте... Давайте соль в Сиене отправим. У нас везде уже... Или в Зау даже. Не, в Сиене, чтобы быстрее... Из амунии... В Сиене, чтобы быстрее до 0 дошло. Тут буквально штраф 5%, а тут никаких штрафов нет. Так, отлично. Теперь строительство. Это я что построил? Универ. Так, слушайте, надо как-то посмотреть... Как мне лучше... Блин, а как бы мне так... Тут надо им какое-то разделение по качествам этих. Потому что вот так очень тяжело понимать. Так, ну, у нас 2 универа построены. Один в Ассете, я так понимаю. Другой, наверное, в Абджу должен быть. Вот библиотека, вот универ, да. Ой, у нас тут нападение. Фак. Так, а у нас войны ни с кем нету. Нет, с Римом, но Рим, он фиг знает где. Так, слушайте, тут плоховато, потому что он... Вот это как раз у нас академию строит, и потом будет универ строить. Так, ладно, 56. Приказов. Я смогу им еще раз атаковать просто. Так, ладно. Сюда подойти еще марш-брош-сок, делаем сюда, в боевой режим следующим ходом он только сможет стрелять. Так, здесь мы лечимся, так, а почему я не могу у него марш-бросок взять? Типа, надо все ходы сначала использовать? Точно. Блин, паника, вот это неудачно. Я хотел его убить и потом еще этого, чтобы проатаковать. Ладно. Просто набег варваров сносим изи. Так, тут мы как раз сначала с лунником. А, блин. Опять паника будет. Эх, не то. Ладно, давайте. Все. Просто за один ход уже мирный птах воин. Благодаря варварскому нашествию. Так, семь приказов. Тут мы строим академию пять ходов, после чего начнем универ. То есть мы успеем за 20 ходов. Дальше. Дворец у нас один есть точно в Абудже, по-моему. Да, вот он. Значит, нам нужен дворец в столице. Вопрос только где их строить. Вот в этом. Так, а кто у нас еще ученый? Наставник для ребенка. Следующим ходом можно будет ему наставника. Так, вот здесь, кстати, нам нужен шпион еще. Так. Но прежде чем дворец строить, нам нужен... Открываем городские улучшения. Суд получается. А, он уже есть. Министерство. Нам министерство нужно. Требуется прилегающий суд. Так, в этом тут проблемка у нас. Вот он, суд. Ну, значит, министерство здесь. Блин, две клетки. Фак. Тогда нам надо баню, видимо, убирать. Пископ-мастер. Один гражданин. Знаете, до конца добьем тут. Ну и что строить? Просто советы проводить? Или исследования? Ладно, исследования. Просто реально больше нечего строить. Так. Ну, нам надо... Третий универ мы строим. Нам надо быстрее... Суды, академии и так далее еще в этом городе. Так, вот суд. Здесь сможем... Да, наверное, тут и строим. Потом рядом поставим... Так, суд. Что нам не хватает? Камня не хватает. Ну, тут надо купить. Тысяча... Тысяча... Восемьсот восемьдесят два. Черт, я, наверное, не напродаю столько. Опять я смогу продать? Не, не хватит. Так же пока не строим. Просто пока заканчиваем. Кады... Кады... Зря... Зря купил... Зря купил... Этот... Ладно, закончу. Приказ зря купил. Приказ зря купил. Наверное, точность возьмем. И нам надо какую-то третью амбицию. Ну, у нас пока у Мерны Птаха нету никакой амбиции. Вот нам предлагали этим ходом. Мы не взяли, по-моему, пять ходов еще надо будет подождать. А в это время нам надо вот три универа и три дворца. За двадцать ходов. Сделать хет там остается до победы... Четырнадцать очков, да? Да. Наверное, быстрее амбицию взять. Может, может, как-то взять амбиции. Наместник города ЗАУ погиб на службе. И тут все перешли. Аменхеб министр умер еще. Но это... Так, бесплатный придворный солдат не нужен. Вот это вот... Все, мы уже все открыли, на самом деле, ребят. Мы открыли все техи. И дальше это просто будет давать очки победы. Вот эти исследования. Может, придворного солдата все-таки взять? Да, я бы взял. В самой большой тюрьме у Асета разгорается бунт. Прежде чем начальнику тюрьмы удается восстановить порядок, мятеж уносит жизни двадцати заключенных и четырех надзирателей. Среди убитых и Аменхеб министр, отбывающий пожизненное заключение. Саиты хотят забрать тело и провести похоронные ритуалы согласно своей вере. А почему минус отвага нам? Не, тогда пусть будет похоронен как преступник. Уничтожить враждебную нацию. Хетты всегда маячные, но сейчас совет решил поддержать войну. Не, ну я не... Блин, хеттов больше всего как я смогу уничтожить? То есть, убить, реально уничтожить полностью... Как они, кстати, Ассирию уничтожили. Заменяем купальню, к сожалению. Так, значит, тут мы Академию строим. Нам, значит, нужны... Нужны суды здесь. Суд. Мы должны, вроде, успеть за двадцать ходов. Тут мы Академию, потом Универ. Как-то еды у нас немного. Так, что-нибудь тут. Может, дороги какие провести вот здесь. У меня светилище я точно не хочу. Бараки. Ну, давайте. Академия, наверное... Не, камень требует. Нормально. Так, этот у нас манихейство идет распространять. ХТ пьянчуга шпионом идет. Где у нас еще нету манихейства? Вот тут нету. ТЕЛЕФОННЫЕ ГОЛОВИТЕЛЯ ТЕЛЕФОННЫЙ СОЛЬЗА цитадель построена а я уже могу дворец в амуне и строить серьезно вау что-то легендарная на вау это же здорово блин тут просто нечего делать празднества ну хотя можно праздниться чтобы быстрее житель появился совет так точно не нужен мне кажется ну просто пускают дальше прокачивается че так обожди ли тут уже максим нет не максимально а вот тут кстати максимального этого ученика пускай тут стоит тогда практически все приказы использовал ну тут мы в эти две клетки еще свободные и тут еще на и тут появляются набеги вообще их купить могу может мне выкупить их чтоб там никто уже не набегал сто процентов могут только татью блин отсюда тут тяжеловато будет отбиваться не ладно пускай там будет если будут набирать метод быстрее юниты можно перевести быстрее городе минифер погиб прямо на службе так придворный солдат добавился тут просто очко победы дается да а тут солдат дают торговца и министр давайте тогда вот это открывать ну вот я воительницу в город посажу тем более это военный как раз который у нас добавилось сейчас так а не могу ли я у она как надо вылечить надо улучшить кораблик личный слуга вашей супруги по имени сэм нут профессионал каких мало не сильно незнатное происхождение 7 ну так так хорошо заправляет делами царской семьи что заслуживает высочайшие похвалы да пригодится мы может я мог стать великим это я не поверил в себя так сколько у нас там очков ну пока не увеличиваются очки монастырь тут еще раз тут мы строим академию суд ну тут вот второй дворец это моя академия чтобы универ строить два универа есть пошли манихейства куда-нибудь вот в лептис магну ну даже я ученые нам не нужны уже а пастуха сделаем в миниферии два гражданина да рыбаки есть у нас пока еды не хватает видите но кочую миллион приказов остается возгонять общей еду еще можно Организовать У нас такой плодородный нил Но я уже все вывезал Просто все Я хотел дорогу тут сделать Скажите, а где у нас дорога вообще? Блин, 33 приказа остается Так, надо вообще глянуть Как амбиции вызвать Все у нас переходят в манихейство Так, улучшить до драмона 150 монет 4000, ну я думаю будет Давайте сначала повысим Против поврежденных Давайте против поврежденных возьмем Так, блин, ветряная мельница Чему там плюс дает? Рудникам, каменоломням или сапилкам Тут я ничего не могу построить больше Ну тут по пустыне хочу дорогу Сделать А, не могу строить на пустыне Дорогу Вау, вот это странно Кстати Так, ну и чудеса, по-моему, я уже все построил У меня пантеон еще Хм Та фиг он мне правда нужен Ракомничосов будем делать пока Тут рыбаков Еда заканчивается Это потому что у нас много специалистов У нас еду жрут специалисты И эти Домики наши Вот эти Поселки всякие Ну, больше всего специалисты, конечно Опять амбиции не посмотрел Царь газдрубал Первый источник Искарфагена мертв Новая царица Ее мнение о вас Осторожное Так, ну давайте попробуем подружиться Вообще-то какого с Карфагеном Плюс 53 Ну минус 2 легитима вообще не страшно У нас столько Приказов Наука мне не нужна Так что давайте подружимся В Абджу получила известность Верховная жрица Она первой в истории записала Церемониальные псалмы манихейства И поделилась ими с народом Эти сочинения возвращают Страждущих в лоно манихейства Тоже легендарное событие Второго уровня Так, все семьи Минус 20 Зато манихейство Ну у меня и с семьями Офигительно Так, плюс 60 Недовольства Бесплатный закон Догматизм Ну у нас По-моему тут все принято И так Да И попереди Да ну нафиг А, ну давайте просто Тогда улучшим отношения С Минус семьи Зато плюс манихейство Видные деятели сияни Хотят провести сезонное торжество Плюс 550 цивиков Или плюс 130 науки Ну, наверное Давайте Науку возьмем Цивики мне некуда тратить А За науку быстрее Будем великих людей получать Так, улучшим Додрамона Денежки я уже накопил Минус 77 Дерево Но все равно Более дорогой у нас все равно Камень Чем дерево Просто дорогу прокладываем Тут бежим Обращать Карфагенские города Так, могу ли я как-нибудь Амбицию наконец Так, собрать войска Нафиг надо мне Вон, оставник для ребенка Кстати Дисциплина 6 Отвага Отвага Может министр там какой появится Ну давайте, ладно Вот этого Дисциплинированно Требуется верховная советница СНХ без Нет работы Минимум 10 лет А, 10 лет надо 5, 6, 10 Следующим ходом Мы вообще не можем Мы тут никак Амбицию Видимо надо ждать По-моему Каждые 5 ходов Предлагаются Отвагаются А так Обмениваются Кстати Приказы Так, это Куплено 61 Дерево 1 к 10 Ну не Не это Не Недорого Прямо скажем Ачивку получил Индустриальный прогресс Не знаю Что это такое Так, Греция В перемирии с Карфагеном Вот Нефертарий может Теперь обучаться И получили Министра Мирнит Так, ну давайте Так, я взял Промышленную Давайте попробуем Экономическую реформу Теперь Уходит в отставку Ну, давайте Назначим Вот эту Хатшипсук Непоколебимую Так Я стал Наставником Для ребенка И она Пускай Ну не думаю Что она Начнет править Но на всякий случай На всякий случай Давайте Наверное Вот философию Возможность Стать строителем Я бы хотел Чтобы он строителем Стало Конечно Перед нами Предстал торговец С новым дивным Видом ткани Которую он сам Назвал шелком Этот мягкий И гладкий Но в то же время Прочный материал Который невероятно Удобно носить В любых условиях А главное Это редкий товар Из далекой страны Что делает Эту ткань Достойной Лишь по-настоящему Великого царя За соответствующую Плату Торговец будет Постоянно Поставлять вам Небольшое количество Шелка Так Очаровательный Меньше Заплатим А дотошный Нет Давайте очаровательный Минус 2000 Правда не знаю Нафига нам этот шелк У нас уже этих Ну короче Во всех городах По-моему уже Ну вот Один уровень В сиене И в джан Ну давайте в джанэ шелк Отправим Дальше Из элата Прекратим Жемчуг сюда Поставлять И в минифер Духи Духи Так Быстрее А потом Перебросим Все В другой город Минус Прекратим Минус 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 В Минус В Минус В так есть суд но я не знаю надо ли мне вы взяли мне нужен третий дворец все таки равно нужен тут заменяем строим академия так у нас есть такой день понимаю как этот суд универ так универ строится нет подождите а универ только что построился так давайте вот тут универ тогда 3 а пишет что у меня еще раз смотрим как ярмарка библиотека академия универ суд есть вот нам нужно министерство туда они то смотрел просто а 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 так ну постепенно так у хетов не увеличиваются очки хорошо и у нас пока постепенно строя ну были так и мы успеваем рим обратился в зороастризм с расстроенного на осторожно и бы честно говоря нам что зороастризм что там еще было так дворец я могу теперь где-нибудь поставить должен быть рядом суд хорошо только суд или обязательно вот если тут поставлю может стать блин две городские клетки еще придется заменять храм манихи ну блин подождите это я дворец уже 3 ставлю до эти два дворца есть два универа есть тут я третий универ 5 ходов но надо дворец до вместо храма надо там с правда старше эти работают ну чё поделать нам храм уже постольку поскольку минус 2 ну то есть несчастья нам не с эти храм дает минус 3 несчастья ну так у нас там и так большой минус денежку давал ну и то есть просто все что тут есть нам уже и наука нам даже не нужно так что строим так тут мы дворец сделали давайте наверно на автоматизацию поставлю сам будет определять что им устроить уже все когда меня и 7 надо будет что-то еще построить тогда его возьму так гражданин есть у нас тут фермерства все на еду если есть возможность специалиста на еду поставить ставим на еду потому что тотальная нехватка именно еды блин ну нам нужно так увеличилось нет до увеличилось очки было 57 158 нам на последнем биться не знаем куда идти так через ход в сиене будет нулевого уровня и перекинем тогда в джане если какие-нибудь ачивка чтобы вас все города были тут одна осталась налет будет тяжеловато еще две ачивки экономическая реформа и бриллиант превосходный мир не птах превосходный персия войну риму объявила несет как он будет воевать правда наместник у ассета так ну это возьмем теперь новый наместник у ассета кого поставим вот как торговец пришел минус к нам ну кстати да и плюс одно несчастье тоже 240 ни хрена себе так что так это кто такой 241 монета плюс нее дисциплина 6 плюс 56 процентов денег восьмера вот его поставим не вот он нравится я не могу заходить надо вот отсюда распространять можно достаточно рядом быть все странно что дорогу в пустыне нельзя проложить но ладно вы находитесь на долгом и нудном собрании с делегацией старейшин из вас и который просит назначить наместника для управления городом всеобщем удивление за на выступает нефертария так я только что назначил уже блин ну ладно пускай разочаровалась хрен с ней писец приносила в покой свиток который вы просили список всех известных святых городов в мире сузы центр христианства аспада нации святая святым иудаизма абджу город манихеев и анант зарастрийский город ага блин на фига себе бля как это вообще среди амбиция контролировать все четыре священных это же невозможно нет пожалуй это пока не принимаем ну слушайте очень тяжелые последние амбиции предлагаются реально присел и минус 1 еда уже пошла я так растут города что мне не хватает моей еды у меня денег правда дофига то есть я не боюсь что будет какая-то проблема тут но все равно так есть гражданин наверное офицеров сделать так я бы генерала к лучникам добавил мне не 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 рыбак рыба не заметил сплошные празднества к следующим ходом перебросим роскошь да и сколько у нас осталось универ четыре хода и тут дворец четыре хода до выполнения этих двух амбиций карфаген в состоянии мира с хетским царством генерал войска катафрактариев погиб прямо на службе интересно никаких войн нет чего он там погиб с лошади упал вавилон хочет джене за союз нет обойдешься как быстро летит время герцог вырос пускай изучает торговлю так дорога тут по моему нормально проведена тут же не могу ее сделать тут нету дороги сейчас я попровожу сушки а вот тут вообще тут ферму надо поставить между прочим пустая клетка зачем я знаю зачем я для бани оставлял но бани уже не нужны я считаю кстати фермы хорошие идеи здесь блин минус 13 денег уже капает ой денег еды как мы жрать начали как не в себя так 11 13 вообще не визит я вот тут больше 6 7 6 и 5 сюда фермера а 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 блин не нравится тебе последние амбиции тюс нам уже три амбиция которые мы реально не можем выполнить Ну, так я могу уничтожить Ну, с другой стороны, блин, хеттам 11 Ну, надо было, наверное, брать амбицию на уничтожение хеттов То есть, как минимум, с ними воевать и города захватывать надо было Они ж явно по науке сильно отстают Вот, сила аналогичная, а знания наивные Ну, я могу и так им объявить войну, мне ж ничего не останавливает Давайте, наверное, с ними мир уберем И я начну Других вариантов не вижу, чтобы хеттам 11 очков осталось А у меня самая современная армия Прокачанная Куча приказов, которые мне некуда девать, реально Наша жена злопамятная особа Так Быстрее растет город Лагерям и сетям А Джанетта у нас где? Вообще, тут есть сети, да? Я бы, наверное, ловчих взял Ловчую Так, а здесь Плюс Приказ Лагерям и сетям Плюс 100% Нет Оно не особо Давайте крепкую тогда сделаем Верховная советница и придворный торговец Давайте отвагу Ой Блин Случайно отменил автоматизацию Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так Значит, во-первых Блин, видите Все нации отношения Минус 20 Ну что поделать Пока отменяю мир И начинаю Перебрасывать Войска Ну Да что оно Такое Стоит гражданин написано Типа нельзя его прокачать Когда походил Вообще Можно сначала прокачать А потом Да блин Почему Это глюк происходит Сейчас Повысить Стоит Гражданин Написано Что значит Что это значит Надо, чтобы Терна Карфаген на меня С той стороны Не напал Будет очень грустно Так Тут Переброшено Все Да я бы, наверное, следующим ходом Сразу войну объявлял Я думаю Кстати Кстати У меня Юниты-то Все Опнутые Все 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 Интересно Все 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 Втор У меня куча муштры, куча... Так, из племеней нет. Не понимаю, тут иногда вот повышение, вот почему... Такое ощущение, что я кого-то выбираю, блин, какая-то... Точность не погибели, мы могу видеть, а штурм нет. Как будто на кого-то, ладно, на первую точность. Это шанс крита выше. Так, вроде всех перебросил, еще вот этими может походить. Так. Так. А, почти 4 приказа. Надо отменить вот здесь. А, еще 6 лет нельзя отменять. Окей, ладно. Чисто красители в Джене отправлю. У меня единственный город остался, который хоть какой-то штраф имеет. У всех остальных просто тотальный минус к несчастью. Все такие довольные. Да и тут через ход тоже. Даже можно не отправлять никакие... У меня единственный город остался, который хоть какой-то штраф имеет. Умер не птах возлюбленный. Кем возлюбленный? Так. Персы слишком долго осторожничали. Минус 203. Ну, в принципе... Я не знаю, как он собирается со мной воевать, но я не хочу. Или давайте лучше минус 22 железа ему будем платить. Просто не хочу войны ни с кем, пока буду воевать с хеттами. Так. Вызвались организовать празднество. Осенье рати о династическом наследовании. Становится обходительным. Давайте обходительным. Так. Герцог Пеппи изучает тактику. А, напускай тактику. Видите, я решил уже воевать. Я просто думаю, может, пока не начать войну, пока у нас не появится амбиция нормальная все-таки. Ну, тут вообще ничего не хочу делать так. У нас, между прочим, здесь находятся шпионы. Мы можем попробовать тут что-нибудь сделать. Восстание в тире. Давайте предательство. Попробуем провернуть. Так, а у нас еще где-нибудь... Вот сюда мы можем добавить еще соглядатая. Нет, ну, наверное, предательство не буду пока делать. Продолжение следует... Кстати, мне скоро хватит камня на последнее чудо. Одно я еще строю. Вот, шесть ходов. Так, дальше у нас крепость. Один ход до выполнения одной амбиции и еще один... Нет, тут два хода еще у нас. А нет, вот тут же мы еще... Нет, тут универ мы строим. Подожди, а почему я строю универ, а не дворец? Ну ладно, два хода до выполнения... Один ход одной и два хода другой амбиции. Я, наверное, пока не буду нападать, я хочу подождать реально... Нету генералов. Нету генералов. Не очень desconок один во всем здесь. , а просто сосредоточим Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, по-моему, я могу чудо строить... 400 цивиков, 1800 камня... Священный город и легендарное... То есть это у нас строится в Абджу... Но... Последнее чудо... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, кстати, я немножко вернул еды... Очень многих фермеров отправил на работу... Ну, я, короче, не хочу нападать... Пока у меня нету цели на последнюю амбицию... Понимаете? Просто пока стоим здесь... Продолжение следует... так и девятую амбицию мы выполнили агент в тире погиб воительницу добавили вообще кстати хетты воюют с вавилоном и блин они его там походу мочат плохо блин ну как нам амбицию то получить возможно двигающийся войне с нами и ну греции накажешь через море может а давайте им дар предложим денег-то у нас дофига у ассет ошеломили известия об убийстве в холодной купальне города мужчины семьи саитов и амарнская женщина были найдены мертвыми их лица все никак были погружены в воду а вещи разу разбросаны семьи находятся в бешенстве а версии произошедшего сильно различаются и это еще не говоря о полном отсутствии свидетелей так они оба жертвы а убийца на событии это дело городской стражи так автоматизация дорогу тут хоть еще ничего не построено еще там ферма 1 может быть а и нападать не нападать но ему уже 10 очков осталось он там вавилон мочит ладно так давайте попросим персов объявить войну это там а требуется дружелюбие к нам у него не дружелюбие жаль и и и и и Продолжение следует... 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 да мы завалили слоника мне тут да блин не хватает я за этого слоника всех этих троих положу конечно блин хочу я сначала катапультой не стрельнул тупанул повысить да повысим там я везде нету нигде несчастье против пехоты минус 3 лучника просто на изи а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, а может поменять все-таки закон на приказы? Приказы? Серьезно, мне уже начинает не хватать. Где тут знать? Можно, видите, копить приказы на следующий ход. И все города легендарные. Плюс за, то есть это будет еще плюс 8. Вместо гильдий. Городок, подожди, ну, городок, городок. Ну, в принципе... То есть у меня там 4 городка? Тебе, минус 4 нет. Нормально, можно... Давайте... Давайте назначь поменяем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, пять лучников мне убили коня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как он воюет с Вавилоном, я что-то не пойму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне, походу, надо юниты теперь строить везде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ладно, будем платить им дань. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один из наших отрядов пикинёров ревностно ударился в манихейскую веру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, слушайте. Давайте попробуем предательство Тут провернуть Хотя может мы его Ну вообще тут дофига лучников он ведет Блин она больная Не будем тогда ставить В общем ходом только Да блин Почему мне не хватает буквально одного этого Так ну ему отступать некуда Опять не хватает Да как так Я только что проатаковал Какой то прикол Ну это нормально вообще Как это вообще Блин как это Он встал я не могу пройти Ладно Хоть этим Оф Так, я думаю нам надо в городах армии строить, то у нас тут проблемы начинаются. Так, стоп, у нас тут юнитов не осталось, чтобы захват происходил. Нам надо хоть кого-то додержать. Сейчас опять нам навалять. У него лучников просто дофига и я не понимаю, он очень, очень боже наносит урон, хотя лучники не прокачаны. Я стою в лесу. Тут у меня что-то вопросы, честно говоря, к игре. Так, ну что, смотрим. Ну что, минус коник этот будет. Минус два коника. Извините, конечно, тут какая-то стена из лучников. Блин, ну вообще лучше бы его воинам прокачать. Поставил, знаете, вот этого сети младшего хитрого. Как же у нас дерева не хватает, конечно. Слышно. 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 Минус. блин цитадель тут требуется не построил то цитадель до сих пор мир с персией ну вот а потому что уже карфаген на второе место вышел с другой стороны так но тут мы этого лучника минус пока пишут что сильнее и и наука у них знающие блин наравне со мной ну тут тир надо брать скорее ну куда я же сюда на господи звучу с управлением беда копьем протыкать насквозь этих всех ребятишек так ну один ход дождемся уже иерусалим к нам ну блин я тут много хорошей армии теряю с другой стороны у меня во всех городах катафрактарии строится катафрактарии самый мощный верхов верхов верховой юнит вот этим конем должен был этого убивать и атаковать дальше вместо этого я его потерял потому что я атаковал нажимал бы игра посчитал что я вот город атаковал нормально вообще еще минус коник два коня минус очень больно бьют его лучники которые нихрена не прокачаны удивительно честно говоря так сука на виаректа все города минус один ну пофигу честно говоря просто построили чудо потому и потому вообще-то мало чудес я построил и а вот так ну рамесидом отдай мне У них два города только. Тем более, это военная Цилла. Я бы здесь ферму устроил. И дорогу. 39, а, подожди, это Иерусалим. Сорян. Что-то, типа, очень долго. Игнорируют зону контроля. Штурм, круг, прирожденный всадник. 10, атака. Так, как нам тут насквозь сделать? И не могу пройти, да? Давайте, наверное, так. Так. Дальше. Панику. Панику. Да почему не могу зайти сюда? Панику. Это из-за зоны контроля этого лучника. Продолжение следует... А, ты уже походил... Блин, тяжеловато, не всегда понятно... Где походили, а где нет еще... Они сильнее и знающие, но у них война с Вавилоном. Вавилон слабее. То есть, знающие дальше, что мы наравнись с ними... То есть, мы со всеми... Вот только греки недалекие, Рим недалекие. И Карфаген недалекие. Да, везде катафрактарии строю абсолютно. Шестое чудо... Где шестое чудо-то? Цитадель... Блин, где... Где я Парфенон строю? Перма... А, вот пантеон. Одиннадцать лет еще. Но это только шестое. Блин, где чудеса у хеттов? Ну, Адура... Так вообще, у меня не только музей, он... Потому что Адура Бурзен Мехра... Это чудо священного города, как у меня вот тоже, которое они засчитали. Блин. Ну, вот и где... Как мне вот его найти? Как вы думаете? Блин. А, вот он, музейон. Хатусе. Ну, смогу я до Хатусы вообще... Ну, вообще... Вот этот тир берем, Тарсу и Хатуса, в общем-то... Блин, надо все-таки... Надо все-таки кого-то натравить. Я могу попросить уже... Подождите, дружелюбные отношения, да? Довольная, а надо дружелюбная. Давайте попробуем оказать влияние. И торговое соглашение еще. И зарубежный брак для принцессы Нефертари. Надо до дружелюбности довести. Только что еще вот тут слона завалили. О, у меня там скаут был, оказывается. Где-то на автомате бегал. Так, мир, рим, перемирие с Персией. Успешно ослабил оборону города, кстати, в тире. Так. Герой. Либо героя, давайте возьмем. Зарастризм. Ну, ладно, пускай распространяется за Растризм. Мне уже тут особо не страшно ничего. Отступает в брак. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... М-да... Продолжение следует... 173... И вроде этим ходом мы должны сейчас улучшить отношения... Похоже на минус пикинер... Но, мягко говоря, хеты тоже очень много юнитов теряют... Он вот он концентрируется на одном юните... Господи, сука, а чё... То есть он всё теперь от Вавилона сюда приводит... Блин, быстрее бы катафрактарии уже появились... Меня тут мочат, как тряпочку маленькую в унитазике... О, так, ну что, дружелюбные, дружелюбные... Так, легендарное событие... Приказ... Ну, короче, наука... Давайте на деньги... Ни наука, ни приказы мне сейчас не нужны... Потому что у меня этого добра просто немерено... Так... Попросить объявить войну... Покет там... Тут, наверное, дорогу проведу... Ой, как хорошо, катапульта здесь... Ах, просто... Давайте лучше... Угу, вот тут пары Kafros... нельзя город атакуем так здесь надо не убиваю она видимо так сделаю так тоже не очень честно говоря как 1 катафракторе два первых катафракторе катафракторе следующим уходом и летим сюда ктиру так очередные перемон катапульту себя привез так ну атаковать ее не может а вот минус лучник видимо у меня сейчас будет четыре атаки выдержал молодец но он крепости стоял правда ауч он всю армию сюда подводит гораздо сильнее пишет ну я конечно много слил так насморк стала образованной так торговая просить пришли шумешу соль что красители честно говоря знаете красители солим это вообще немерено давайте еще драмон отправим прирожденный моряк давайте плюс 20 процентов при атаке с океана работает работает ну караван как бы не нужны цивики уже не нужны честно говоря а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...